В нашей жизни транспорт занимает ведущее место. Порой мы даже не можем подумать о том, как бы мы жили без транспорта. Человек всегда мечтал о самодвижущихся средствах передвижения. Все началось с колеса. Мы не знаем, кто его изобрел. От тех далеких времен не осталось даже сказок и легенд. А вот сама история создания автомобиля имеет много ярких и удивительных страниц. Познакомиться с историей создания автомобилей России можно благодаря книге «Легендарные автомобили России» Михаила Пегова. Сам писатель Михаил Пегов говорит о себе так. «Я живу там, где сливаются две великих русских реки – Волга и Ока в старинном Нижнем Новгороде. Нижний – моя родина. Здесь я родился в 1968 году. Это был год необычайной солнечной активности. Как говорили, год неспокойного солнца. Наверное, поэтому зиме, весне и осени я предпочитаю очень-очень-очень жаркое лето. С детства я мечтал быть историком и писателем. И когда окончил школу, поступил на историко-филологический факультет университета. Позже я закончил еще один вуз – экономический. Но быть писателем мне нравится все больше. Я люблю путешествовать – пешком, на лодке, на автомобиле. Люблю красавицу Волгу, долгие прогулки по лесу, кошек, одиночество. И, конечно, своего сына, для которого я когда-то написал свои первые рассказы. В книге Михаила Пегова можно узнать о самокатке Кулибина, о Руссо-Балте, знаменитой Волге, элегантной победе, черной правительственной чайке и народной копейке, полуторке, которая перевозила грузы к осажденному Ленинграду, и автобусе Лиазе. Познакомимся с этой замечательной книгой. Мы выходим из дома и сразу попадаем в мир автомобилей. Каждый день, нескончаемым потоком, бегут они по городским улицам. Для нас, живущих в третьем тысячелетии, это привычно. Однако, сто с небольшим лет назад, автомобиль казался диковинкой, странным чужаком среди запряженных лошадьми, карет, саней и повозок. Каким же образом он сумел завоевать мир? С незапамятных времен люди изобретали облегчающие им жизнь механизмы. В том числе те, на которых можно было ездить и перевозить грузы. Пытались заставить их двигаться с помощью силы самого человека, а также силы ветра или пара. И вот, наконец, в конце XIX века, который по праву можно назвать веком машин, появился автомобиль с бензиновым двигателем. Он оказался быстрее и сильнее лошади. А главное, в автомобиле человек почувствовал себя совершенно независимым от природы. Сначала автомобили с бензиновыми двигателями стали выпускать в Германии, а затем по всей Европе, в том числе и в России. Первый отечественный автомобиль появился в 1896 году, а в начале 20-го столетия было налажено серийное производство российских автомашин. С тех пор отечественные конструкторы создали множество различных автомобилей – легковых, грузовых, автобусов. Самые лучшие из них стали настоящими легендами. Но сначала давайте вспомним, с чего начиналась история автомобиля в России. Может ли совершить открытие человек, не имеющий даже школьного образования? Подобное в мировой истории случалось. Вот и первый безлошадный экипаж построил не какой-нибудь профессор, а малограмотный русский крестьянин. В далеком 1752 году житель казанской губернии Леонтий Лукьянович Шамшуренков отписал в Сенат о том, что готов сделать самобеглую коляску на четырех колесах, которая будет бегать без лошади. Заинтересованные сенаторы вызвали Шамшурина в Санкт-Петербург, где спустя несколько месяцев он представил публике свою механическую диковину. Внешнее изобретение талантливого крестьянина напоминало легкую открытую карету, только без облучка. В самом деле, зачем нужны облучок и кучер, если нет лошадей? Зато имелись удобные сидения для праздных людей, то есть пассажиров, а в задней части коляски располагалось место для двух работников, которые с помощью своей силы и особых механизмов приводили этот автомобиль в движение. Самобеглая коляска произвела благоприятное впечатление на петербуржцев и удостоилась внимания императрицы Елизаветы Петровны. Высочайшим повелением сие весьма новое и курьезное художество было признано пригодным для езды, а его создатель получил за свои труды награду в 50 рублей золотом. Немало по тем временам. Но это был не единственный самодвижущийся аппарат, построенный в России в XVIII веке, таком щедром на изобретение народных умельцев. В 1791 году известный изобретатель Иван Петрович Кулибин изготовил собственное устройство. Легкая трехколесная самокатка была рассчитана на двух пассажиров, а в движение ее приводил всего один человек. Управлялось это чудо техники с помощью рулевого колеса, имело тормозное устройство и даже механизм для смены передач, благодаря чему под гору шло медленнее, чем в гору. Множество хитроумных приспособлений позволяло самокатке двигаться ровно и быстро, со скоростью бегущего человека до 10 км в час. Конечно, без настоящего двигателя и самая беглая коляска Шамшуренкова, и самокатка Кулибина были не более чем забавными игрушками. Однако их появление можно считать первым шагом на пути к созданию полноценного автомобиля. Первый российский автомобиль, приводимый в движение бензиновым двигателем, родился на берегах Невы. Его создали два увлеченных своим делом человека – лейтенант флота Евгений Александрович Яковлев и горный инженер Петр Александрович Фрези. Широкой публике свое творение изобретатели показали в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Кузов этого автомобиля был двухместный, открытый, с откидным матерчатым верхом, очень похожим на пролетку, двухместный кожаный экипаж. Только вместо коня автомобиль в движение приводил бензиновый двигатель, мощностью в две лошадиных силы. Колеса были деревянными, с цельными резиновыми шинами. У этого автомобиля было два тормоза – ножной и ручной, а также коробка передач, так что он мог ехать на двух скоростях. А вот заднего хода у него не было. Весил автомобиль Яковлева и Фрези около 300 килограммов, что по сравнению с его современными собратьями совсем немного. Впрочем, и размеры были небольшие – чуть более двух метров в длину и полтора метра в ширину. Разгонялся первый российский автомобиль до 21 километра в час. Сначала автомобили в России собирали из заграничных деталей, но очень скоро отечественные инженеры и конструкторы научились создавать собственные двигатели и коробки передач. По-настоящему полноценным российским автомобилем стал автомобиль петербургского завода «Леснер». И пускай легковых автомобилей на этом предприятии было собрано немного, но именно там был построен первый русский пожарный автомобиль и выпущено несколько почтовых автофургонов. А лучшие российские легковые автомобили начала 20 века изготавливались на русско-балтийском вагонном заводе в городе Рига. Назывались они по названию завода «Руссобалт», и первый такой автомобиль был собран 8 июня 1909 года. «Руссобалты» с успехом выставлялись на международных автомобильных выставках, где каждый раз награждались золотыми медалями. Кроме того, они весьма удачно выступали в автопробегах и ралли, за что заслужили репутацию надежных, выносливых машин и получили всеобщее признание. Многие знатные и богатые люди в России приобретали «Руссобалт», и даже в царском гараже появились два автомобиля этой знаменитой марки. «Руссобалт» по праву можно было назвать российским автомобилем для российских дорог. Всего на русско-балтийском вагонном заводе было изготовлено около 800 «Руссобалтов» различных моделей. Большинство из них – легковые автомобили, несколько отличавшиеся формой кузова и мощностью двигателя. На заводе выпускались и грузовые автомобили, а также были созданы образцы автобусов, пожарных машин и даже артиллерийских тягачей. В 20-х годах прошлого века наша страна напоминала гигантскую стройку. Всюду возводились заводы, фабрики, электростанции, прокладывались железные дороги и каналы. И на каждой стройке были нужны автомобили, в первую очередь грузовые. Первым заводом, наладившим выпуск грузовиков в большом количестве, стал завод автомобильного московского общества, в будущем завод «Зил». Грузовики марки «Амо-Ф-15» выехали из стен завода в 1924 году. Они могли перевозить до полутора тонн груза, поэтому в народе их называли «полуторки». В те годы отечественным инженерам и изобретателям еще недоставало опыта создания грузовой автомашины, поэтому недостатков в конструкции «полуторки» хватало. Некоторые сложные обращения с ней могли бы напугать любого современного водителя. Например, первые «Амо-Ф-15» заводились вручную. Водитель, стоя на земле перед кабиной, должен был изо всех сил крутить специальную рукоятку. Рычаги переключения передач и ручного тормоза поначалу находились за бортом кабины. Деревянная с брезентовой крышей кабина не имела боковых стекол. Но благодаря этому шофер мог высунуть наружу руку, чтобы переключить передачу или поставить автомобиль на ручной тормоз. К тому же у машины не было электрического освещения, и дорога перед автомобилем освещалась газовыми фонарями, а сигналить приходилось рожком с резиновой грушей. Однако это был долгожданный грузовик, очень нужный народному хозяйству. Поэтому количество выпускаемых заводом «Амо-Машин» все время росло, а недостатки постепенно устранялись. На смену московским полуторкам в начале 30-х годов пришли полуторки из города Горького. Так тогда назывался Нижний Новгород. На новеньком, построенном в чистом поле Горьковском автомобильном заводе «ГАЗ» было налажено массовое производство грузовика «ГАЗ-АА» и его собрата с более мощным двигателем «ГАЗ-ММ». Этим автомобилем была уготована долгая жизнь и заслуженная слава тружеников и воинов. За 20 лет было выпущено почти миллион газовских полуторок. Со временем эту замечательную машину стали делать не только в Горьком, но и на московском заводе «Ким». Позже «АЗЛК» – автомобильный завод имени Ленинского комсомола, а также в Ростове и Ульяновске. Сменив «Амо-Ф-15» на стройках, полях и улицах нашей страны, свою славную историю «ГАЗ-АА» и «ГАЗ-ММ» продолжали на фронтах Великой Отечественной войны. В те нелегкие годы они возили людей и различные грузы, снаряды, продукты, медикаменты. А еще эти неутомимые автомобили служили артиллерийскими тягачами, передвижными электростанциями, радиостанциями, топливными заправщиками, каретами скорой помощи и многими другими специальными машинами. Перевозили полуторки и знаменитые ракетные установки «Катюши». Во время блокады Ленинграда большинство жизненно важных грузов для жителей осажденного города и его защитников перевезли по льду Ладожского озера именно машины Горьковского автомобильного завода. Закончилась Великая Отечественная война. В стране налаживалась мирная жизнь и на прославившемся своими полуторками Горьковском автозаводе решили создать легковой автомобиль. В довоенное время легковых автомобилей было мало и цена на них была высокой. Больше выпускалось военной техники, грузовых автомобилей и общественного транспорта для растущих городов. А личный автомобиль считался роскошью. И хотя в конце 30-х годов начинались разработки недорогого отечественного легкового автомобиля, их завершению помешала война. И вот в 1946 году появилась она – Победа. Именно так назвали новый отечественный автомобиль. Дело в том, что до войны личным автомобилем награждали выдающихся людей – летчиков и полярников, героев труда, знаменитых артистов и писателей. Общее количество автовладельцев исчислялось сотнями на всю страну. Машина удалась на славу. Такому сильному и красивому автомобилю не стыдно было дать столь громкое имя. Для своего времени у Победы была очень удачная конструкция кузова. Он стал заметно шире, а в задней части машины освободилось место для багажника. Благодаря продуманному расположению механизмов, масса нового автомобиля распределилась поровну между всеми колесами, что заметно улучшило его ходовые качества и безопасность. Машина отличалась высокой маневренностью и мощными тормозами. К тому же Победа получилась комфортной – с мягкой подвеской колес, с вентиляцией и отоплением. Сегодня некоторое количество этих автомобилей еще сохранилось. Конечно, без должного ремонта и современных деталей они вряд ли смогут отправиться в путь. Эти машины достойны глубочайшего уважения, ведь когда-то они показали всему миру, что в России умеют делать отличные автомобили. Время шло, и вот уже Победе потребовалась смена. Понятно, что ее наследница должна была обладать такими же замечательными качествами и при этом быть еще более мощной, более простой в использовании и более комфортабельной автомашиной. В итоге в 1956 году появился автомобиль марки ГАЗ-21, получивший имя «Волга» в честь Великой Русской реки. Для своего времени он стал настоящим воплощением комфорта и престижа. 21-ю модель любили все – простые граждане и звезды кино, космонавты и таксисты, директора заводов и ученые. Она снималась в кино и несла круглосуточную вахту в службе скорой помощи. Таксистам она нравилась за надежность, пассажирам – за плавный ход и мягкий диван. У этого автомобиля было все – великолепный внешний вид, просторный салон, солидный багажник и высокая скорость. А какой чудесный олень украшал капот «Волги». И, несомненно, это была очень надежная машина. Достоинства «Волги» высоко оценивались во всем мире. И американцы, и европейцы признавали, что «ГАЗ-21» – красивая и удобная машина с тихим мотором, плавным ходом и высокой проходимостью. За такие качества иностранцы называли этот автомобиль русским танком в Афраке. Ведь танк, как известно, проедет везде, а фрак – символ элегантности и достоинства. В 1966 году при помощи итальянской компании «ФИАТ» в России, в городе Тольятти, начал строиться волжский автомобильный завод «ВАЗ». А уже через 4 года с его главного конвейера сошли первые «Жигули» – 6 автомобилей модели 01, 2 машины синего и 4 красного цветов. Прообразом «ВАЗ-2101» был итальянский «ФИАТ-124», признанный в 1964 году автомобилем года в Европе. Однако, прежде чем выпускать похожий автомобиль в России, конструкторам пришлось изрядно потрудиться над его улучшением. В результате первые «Жигули» получили двигатели большей мощности и более крепкий кузов. У нашего автомобиля появились зеркала заднего вида, а в салоне стали раскладываться передние сидения, поэтому внутри можно было перевозить длинные предметы и даже спать. Всего же в конструкцию итальянского автомобиля года было внесено свыше 800 полезных изменений. Со временем за автомобилем «ВАЗ-2101» закрепилось народное прозвище «Копейка». Из-за того, что это была первая модель «Жигулей», а вовсе не потому, что «Копейку» дешево ценили автолюбители. Наоборот, она полюбилась всем и сразу. Да что там говорить, если до сих пор колесящие по дорогам России и соседних стран «Копейки» вызывают восхищение своей неприхотливостью, надежностью и выносливостью. А в 2000 году журнал «За рулем» признал «ВАЗ-2101» российским автомобилем в столетие. Не бывает в природе чаек, целиком окрашенных в черный цвет. Зато среди автомобилей марки «Чайка» машин такого цвета было очень много. Как и среди других представительских автомобилей, к которым относилась и наша «Чайка». Представительские автомобили предназначены, как правило, для руководителей государств, крупных чиновников, министров. Их солидный внешний вид должен подчеркивать значимость сидящего внутри пассажира. Впрочем, и все остальные качества подобной машины обязаны быть на высоте. «Чайка» выпускалась на Горьковском автозаводе с 1959 по 1988 год. Сначала модель «ГАЗ-13», потом «ГАЗ-14». «Чайки» отличались просторным и удобным салоном, а также необычайно мощным двигателем, способным разгонять многотонную махину до 170 км в час. Да что там говорить! Двигатели, разработанные для этих машин, впоследствии ставили на грузовики и даже бронетранспортеры. В Москве «Чайками» часто пользовались дипломаты зарубежных стран, так что эти машины можно было увидеть в посольских гаражах. Такие машины, только белого цвета, очень любили новобрачные. Кинематографисты тоже были к ним неравнодушны. Автомобили, оборудованные платформами для кинотехники, успешно использовались на съемках фильмов, поскольку плавность хода была такая, что кинокамера при движении совсем не дрожала. Автомобиль, повышенной проходимостью ОАЗ-469, был сделан на Ульяновском автозаводе в начале 70-х годов. Для чего и для кого был сконструирован этот внедорожник? В первую очередь он создавался как военный автомобиль. Армии нужна была универсальная, легкая, надежная машина с высокой проходимостью, готовая пройти огонь и воду. И созданный ульяновцами ОАЗ-469 полностью соответствовал пожеланиям военных. В нем могли свободно разместиться 7 человек, а при сложенных задних сиденьях он превращался в небольшой грузовик или санитарную машину, в салоне которой без труда умещались санитарные носилки. И, конечно, ОАЗ-469 отличался высокой проходимостью, благодаря которой получил признание не только у военных, но и у жителей сельской местности. Он никогда не пасовал перед трудностями, и на любом бездорожье его водитель чувствовал себя спокойно и уверенно. ЛИАЗ-677 – автобус из детства наших родителей и даже бабушек и дедушек. На нем ездили все мальчишки и девчонки 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века в России и во всех соседних странах. Симпатичный, добродушный на вид, обычно желтого, оранжевого или красного цвета. Он мягко покачивался на каждом повороте и бугорке. На таких автобусах люди перемещались по городу, ездили на работу, в школу и в гости, в пионерские лагеря и на дачу. В памяти людей старшего поколения этот милый автобус стал приметой своего времени – последних десятилетий минувшего 20-го столетия. Возможно, что-то в конструкции этого автобуса не очень нравилось водителям. Зато большинство пассажиров «Лиаза» наверняка запомнили его плавный ход, а также просторный, теплый, даже в самую холодную погоду, салон. Больше всего «Лиазов-677» было сделано на Ликинском автобусном заводе в городе Ликино-Дулево Московской области. Всего же за 30 с лишним лет, начиная с 1967 года, в России выпустили почти 200 тысяч таких автобусов. И некоторые из них до сих пор продолжают возить пассажиров. А ведь за свою жизнь многим «Лиазам» довелось проехать более миллиона километров, как три раза съездить до Луны. Вот таким долгим и непростым был путь российского автомобилестроения. От самобеглой коляски до современных красавцев мощностью в десятки и сотни лошадиных сил. Сегодня по дорогам России мчатся автомобили, сделанные в самых разных странах. Но и машины отечественного производства не сдают своих позиций. Летят по шоссе красавицы «Волги», шустро разъезжают по городу Юрки и Жигули, а по проселочным дорогам, где в непогоду застрянет любой иностранный внедорожник, по-прежнему пробирается надежный вездеход «ОАЗ». Это значит, что история российского автомобиля продолжается. И впереди у нее еще много славных страниц, открывать которые вскоре предстоит именно вам, мальчишкам и девчонкам третьего тысячелетия, автолюбителям, а может быть и автоконструкторам будущего. Субтитры создавал DimaTorzok